Водный ресурс – благо жизни, которым ежедневно пользуется каждый горожанин. Перебои с подачей воды всегда очень усложняют жизнь и требуют быстрого вмешательства соответствующих служб. Для таких ситуаций существует определенный алгоритм действий, которого необходимо придерживаться. Именно его выверенность и оценили в ходе учений. В учениях приняли участие порядка десяти служб, на плечи которых в случае поломки ляжет ее устранение. Упор был сделан на взаимодействие между Солигорским водоканалом и специальными аварийными службами. Основными целями и задачами было определить четкость передачи информации, определить алгоритм действий заинтересованных, также определить порядок взаимодействия в случае чрезвычайной ситуации. Ну и, конечно же, посмотреть, внести корректировки в план мероприятий, которые существуют на случай вот такой чрезвычайной, либо нештатной ситуации. В рамках встречи была смоделирована нетиповая ситуация поломки с потенциально долгим циклом ремонта. Срок устранения любой аварийной ситуации предполагает не более восьми часов работы, с учетом замены деталей. Однако на практике это значение даже меньше. Солигорские службы выполняют ремонт в среднем за 4 часа от подачи сигнала. Скорость устранения зависит от дальности порыва и объемов необходимых ремонтных работ. По словам сотрудников Солигорского водоканала, в случае даже масштабной поломки, нехватки питьевой воды не будет. Запасов хватит для горожан минимум на двое суток. В ходе мероприятия участники успели посетить пять ключевых точек, в которых было наглядно продемонстрирован весь арсенал технологий, скорость работы с заменой оборудования. Это хлораторная, насосный зал, операторная, а также условное место раскопки на территории насосной. По итогам учений были подведены результаты. Все нас интересующие вопросы проговорены, будут внесены изменения, но районное звено готово к чрезвычайной ситуации. Город Солигорск будет обеспечен питьевой водой в случае чрезвычайной ситуации. Продолжение следует...